Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». 10 и 11 сентября в Рязанской области прошли соревнования по автокроссу «Кораблинские зори». И сегодня у нас в гостях организатор и главный судья соревнований Олег Пчелинцев и один из победителей в своей категории Андрей Политахин. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Алексеевич, расскажите, в который раз прошли соревнования и суть? Сколько дней проходили? Что надо было сделать участникам? Вы знаете, это относительно новый кросс в Княжон, хотя и там проводились до этого кроссы, в День урожая, 28-й раз в этом году, но уже в Рязани. До этого он в Кораблино проводился, вот там на трассе Княжон. А теперь мы там проводим чисто вот такой «Кораблинские зори». И название так соответствует именно местности, где проводим. И гонщикам очень нравится эта гонка. Какие машины, вот на взгляд зрителей, может быть, наверняка с годами вы уже замечали, наиболее зрелищные? Вот что больше восторг вызывает? В грузовике-то мощь такая, да? Да, мощь такая летят, представляете, сразу 10 машин. Какая вперед вот со старта. Более легкие такие, ну я скажу вам, порой даже не знаешь, где интересы особые вызовут. Разные ситуации бывают. Бывает, даже стартуют три машины, но между ними такая борьба развивается. Так они друг друга, вот мы буквально на метр, надо выходить, то второй, то третий, смотреть просто наслаждение. А в другой раз огромное количество, уже скоростные автомобили, растянулись, установились и спокойно едут. Андрей, наверняка нужно было как-то подготовить свой автомобиль для участия в соревнованиях. Каким образом вы это делали? Ведь взять обычную машину, она, наверное, не подойдет. Ваша была какая-то особенная. Ну, на автомобиле, во-первых, меняется полностью подвеска вся, потому что заводская штатная подвеска, она просто не выдержит такие нагрузки. Также дорабатывается дверитель, коробка переключения передач. Ну, и ставится каркас безопасности для своей же безопасности. И все, можно уже выезжать. Бывают такие моменты, наверняка, да, что даже врезаются друг в друга. Это вообще запрещено или, если случайно, то может такое случиться, да? Да, контактная борьба запрещена, но бывают ситуации, когда, как бы, получается все равно, врезается, там что-то не видно в пыли, там, или еще что-то где-то. В этот раз у вас как прошли соревнования в этом плане? Ну, в этом плане у нас трасса была в этот раз довольно-таки сложная, потому что шел дождь, вот, грязный. То есть машина носила, таскала, там, разворачивала. То есть бывали моменты, когда даже и не успеваешь заметить, там что-то происходит, там, контакт или еще что-то такое. То есть, грубо говоря, езда не разрешена, но бывают ситуации разные. Андрей, а у вас есть какая-нибудь такая тоже особая тактика, может быть, не только ведь... У него есть. Полный газ до пола. Ну, расскажите нам тогда, Андрей, если вот у вас есть какая-то, может быть, идея в голове, вы уже долго, наверняка, занимаетесь этим видом спорта, можете пару слов об этом сказать? И какая тактика у вас присутствует в гонках? Вот что нужно было здесь конкретно делать? Как нужно было себя вести, чтобы занять первые позиции? Ну, первые позиции, чтобы занять, я считаю, надо все равно себя контролировать. Это, во-первых. То есть, если будешь нервничать, то просто ты улетишь, и что-то произойдет. Вот, то есть надо себя постоянно контролировать. Вот. И рассчитывать уже, смотря, где и куда ты едешь. Потому что в данный момент трасса была сложная, то есть... Но можно держаться вторым-вторым, а потом вырваться первым? Или надо сразу идти первым? Как вот вы думаете? Вторым всегда ехать легче, чем первым. Потому что второй всегда едет и просматривает те ошибки, кто едет перед ним. И уже на следующем круге ты можешь в эту ошибку, где он попадет, ты уже можешь обогнать в этот момент. То есть вы как бы переигрываете, обыгрываете соперника? Да. Получается так, да? Да, такая стратегия. Да. Олег Алексеевич, скажите, какие города принимали участие в соревнованиях? Ведь наверняка из многих, да, городов? Вы знаете, география очень большая. География очень большая. Это вот, я уже говорил вам перед началом съемки, это и Пермский край, и Реш, и, значит... Санкт-Петербург, да. Санкт-Петербург, да, Санкт-Петербург, Бронец, это вот такая Москва. Вот это вот все, короче говоря, места, где развивается автомобильный спорт, вот такой вот кросс, практически были представлены. Но, я скажу, если раньше, вот, например, в Зелах приезжала машина примерно 53-54, но сейчас 14-15 машин, это уже хорошо. По всей видимости, финансы. Хорошо. Андрей, вы со скольки лет начали заниматься этим видом спорта, и какие у вас ближайшие планы, вот конкретно на ближайшие месяцы или два, в каких соревнованиях хотите принять участие? Ну, начал я заниматься с 7 лет картингом, вот, как бы в армию пошел, тоже получилось так, что в армии занимался спортом, вот. Сарым пришел, как бы уже картинг уже маленький, сел на ВАЗ-20-08, сейчас уже ребенок на картинге посадил. Сколько лет? Да, сейчас ему 12. Ну, теперь, если автокросс у нас только ближайший, это зимний кубок, вот, а так мы поедем еще, мы занимаемся на оффроуде, катаемся по ориентированию, по навигации. Это у нас будет 15 октября, будет проходить, как называется, Кинзаза. Как это все будет выглядеть? Будет выглядеть, то есть, мы заявимся, нам выдадут корнет, широта, долгота, мы вбиваем в навигацию, и будем ездить по лесу, искать точки, фотографировать, а потом, кто быстрее и больше собрал точек, тот выиграл. А там обязательно в какие-то грязные места заезжать, какие-то сложные будут проезды, да? На какой машине? Мы ездим на автомобиле Нива, тоже подготовлено под все это специально, вот. А все, которые места, куда нам надо заезжать, это уже делают также организаторы, то есть, готовят трассу, там прокладывают, все это такое прочее. Приходится через реку переезжать, например, что-то такое? Приходится делать все. Олег Алексеевич, скажите пару слов о том, кто же у нас стал победителем в этих состязаниях, которые прошли, и когда пройдут у нас следующие? Следующие у нас пройдут в декабре месяце, это новогодний Кубок Рязани. Кстати говоря, на него очень любят приезжать многие гонщики, и издалека, тут из Львянска почти всегда приезжают, и из Санкт-Петербурга. Для того, чтобы попробовать подготовленные машины свои для следующего года, в следующем году, как они будут, что у них может отвалиться, приезжают попробовать. А победителем у нас в этом году, в этом состязании прошедшем, вот в Д3 это спортивные кроссовые автомобили Комаров, Кирилл, Саров, из-под Арзамаса, Нижегородской области. В Д2Н Андрей Политахин, Рязань. В Д2Классика заднеприводные автомобили Кедров, Александр, Броница. В УАЗиках Кутинов, Михаил, Ульяновск. А вот рязанцев у нас много было? Да, да, да. В победителях? Нет, в победителях, они знаете как, в призерах. В призерах, да? В призерах достаточно много, достаточно много. Ну, надо им еще, наверное, прокачать свои машины и свои силы, да, теперь? Вы знаете, здесь очень многое нужно, чтобы совпало, вот именно в этот момент, чтобы победить. Это и везение в какой-то мере, и подготовленная машина, и кто сумеет с нервами, вот правильно сказал, надо ли, совладать. Я же не зря сказал, у него тактика на полный газ, и я когда смотрю, я говорю, господи, хоть бы он доехал. Машина летит, думает, сейчас развалит, сейчас развалит. Андрей, будете принимать участие в следующих соревнованиях, которые уже в декабре будут, да? Конечно, сейчас автомобиль подготовим к зимнему периоду и поедем. По-другому его надо будет готовить уже, да? Конечно, все настройки автомобиля уже меняются. Я вам тогда желаю удачи, пусть у вас все сложится и с нервами, и с машиной. Вам желаю побольше участников, чтобы приехало, чтобы было красочно, да? Стараемся. Спасибо вам за это все. Но если вы приедете, то вообще будет прекрасно. Будет еще лучше. Конечно, вы нас продвинете. Замечательно. Привозите нам кубки, тогда еще в следующий раз, когда придете, обязательно. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова